Меня зовут Кира Супрялькина. Сегодня вместе с журналом Я пою я нахожусь в том месте, где снимают передачи для телевизионного канала «Карусель». Итак, эта программа называется... Сейчас мы пройдем и узнаем, как же она называется. Привет! Привет! Как тебя зовут? Наташа. Сколько тебе лет? Мне 8 лет. Из какого ты города? Из Москвы. Как давно ты занимаешься пением? Ну, уже почти 3 года. А в семье, кроме тебя, кто-нибудь еще занимается вокалом? Нет, некоторые мои родные занимаются датарой, но не вокалом. А почему ты решила попасть на этот проект? Просто наш коллектив... Им сказали, что вот вы хотите к нам на кастинг. Мы пошли, и в этот кастинг я прошла. И так, вот я попала сюда. Круто! А ты знаешь, что я тоже в одном коллективе? Я учусь в детской эстрадной студии «Мейна» в группе «Купсы». И вот меня выбрали ведущей. Кем ты мечтаешь стать лучшим? Я даже не знаю, у меня много... А вот как ты думаешь, кто следующий король караоке? Мне кажется, моя подруга Катя Сидоровна. Она скоро сюда придет? Да. Спасибо. Я очень рада, что ты познакомилась. Я тоже. Привет. Как тебя зовут? Меня зовут Лес. Сколько тебе лет? Мне 8 лет. Из какого-то города? Я из города Ростов-на-Дону. Ты членчик? Извините. Ты была очень. Тебе там понравилось? Очень. А ты там поиграла? Очень. Ну как? Не выиграла, как ты там была. Я финалист. А в какой ты была команде? Я была в команде у Димы Билана. Круто! Я занимаюсь в детской эстрадной студии «Мейна» в группе «Купсы». Мы там занимаемся вокалом, актерским мастерством и танцем. И интересно, наверное. Ну да, очень интересно. Мы несколько раз уже выступали. Мы играли. И на фото. Мне очень приятно с тобой познакомиться. У меня тоже. Удачи тебе. Спасибо. Привет. Привет. Как тебя зовут? Меня зовут Саша Филин. Скоро тебе? Ну скоро будет 11. Да. С какого ты города? Я из города Москвы. Как давно ты занимаешься в детской эстрадной студии? Ну, я думаю, что уже лет 5 точно. А вот твоя родня. Знаете вокалом? Ну нет. У меня папа с мамой танцевали балет. А вот у меня мама была гимнасткой. Круто. А вот ты был на «Голосе». Тебе там очень понравилось. Да. Особенно, вот, особенно самый первый тут, потому что там больше всего волнения. И там, ну, там самое захватывающее, я считаю, это когда ты поешь повернутым к тебе спиной кресло. И ты должен их развернуть. Это, получается, как испытание. То есть ты испытываешь свою, испытываешь свою сильную голос. И вот тот материал, который ты уже наработал. Саша, а я правильно поняла, что ты тоже финалист? Ну, нет. Я полуфиналист. И, ну, так. А как ты был в команде? Я был в команде, где мы были. Почему ты любил Наташу? Ну, она действительно хорошо поет. И у нее прекрасное тверское мастерство. Прекрасно. Ты член жюри. Что самое главное для члена жюри? Чтобы, как ты его, как ты определяешь его детей? Ну, во-первых, по локальным данным, конечно же. И по его, по его артистизму. Вот это самое главное, наверное, вот твердое. Не только то, что нужно больше, но и артистизму. Но еще, конечно же, надо петь с душой. Да. Вот ты тоже финансируешь. И, к твоему мнению, как нужно петь, чтобы здесь выиграть? Я считаю, надо петь с душой. Потому что еще, помимо артистизма, члены жюри смотрят на твое поведение на сцене. Нужно быть уверенным, я считаю. И нужно, да, чтобы петь с душой. Самое главное. А как вы считаете, Наташа, у нее все эти качества есть? Да, у нее есть и артистизм. И все это есть. Теперь я поняла, почему вы ее выбрали королем караоке. Точнее, королевой. Спасибо за такую хорошую информацию. Мне было очень приятно с вами познакомиться. Спасибо. Продолжайте быть членами жюри. Всем привет. Я Лаула Лайва. Я танковщица и певица. Я просто звезда. Чем вы занимаетесь на этой передаче? Я пою, танцую, развлекаюсь, играю. Я очень люблю играть с детьми. А по вашему мнению, сколько здесь будет победителей? Победитель всегда один. Это истинный король караокер. Какое у вас в клубе по моим победе и танцам? Я очень люблю свою собаку. Я люблю с ней гулять везде. Люблю с ней заниматься. Вы представляете, она вчера слопала у меня 5 килограмм конфет. 5 килограмм конфет. У нее вот такой бужон. А как ее зовут? Зепс. А сколько у меня детки лет? Он уже совсем маленький. Ему только 5 месяцев. Приходите ко мне в гости. Я вас приглашаю, мадемуазель. Спасибо. А как тебе? Добрый день. Райдон, представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Нином. Я тебя? Кирсу Княлик. Привет. Я занимаюсь детской астрадной студией. У меня есть два курса. А чья была идея? Стаси Княлик. Это была идея главного редактора «Каналки Кузель» Веры Аполонкиной. Она давно хотела создать программу, где дети поют. И соревнуются. Поют песни из детских фильмов. Разные старые фильмы. И, соответственно, у нас получилась такая история. Тебе нравится? Да. Мне очень нравится. Я рада. Что здесь главное? Здесь главное детям. Здесь главное песни и дети. И они справляются, может быть, лучше, да? Кто-то справляется очень хорошо, кто-то справляется хуже. На то у нас и конкурс. Те, кто справляются очень хорошо, те становятся королями караоке или королевами караоке. А те, кто справляются хуже, они, к сожалению, выбывают. Но я думаю, что важно участие. Правильно? А не понятно? А чья была идея сделать чюри депутат? Ну, сложно так сказать, чья была идея. В целом, это была идея главного редактора. А дальше есть очень много разных людей, в том числе авторов, сценаристов, креативных продюсеров, меня. Да, там много очень людей, которые работают от правильного. Каждый привносит что-то свое. Кто-то придумывает прожюри, кто-то придумывает образы, кто-то рисует костюмы, кто-то создает декорации. То есть это какой-то комплексный труд. Поэтому довольно сложно ответить на вопрос, кто конкретно придумал какую-то отдельную деталь. А что главное у меня на счету? Для жюри главное, я думаю, вокальные данные участников, а также, конечно, артистизм. Потому что дети, они соревнуются в том, насколько они артистичны и насколько хорошо они понятны. То есть два вот этих качества, они важны. А сколько примерно людей будет в этой передаче? Ой, очень много. 24 программы на ЦИТ. Соответственно, в каждой программе по 4 ребёнка. Ты умеешь так считать? Ну да. Спасибо за информацию. Очень рада с вами. Я тоже была страшно рада с вами. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. 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 Субтитры Алексею Дубровскому. 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 Алексею Дубровскому.